Это самый дорогой и самый странный автомобиль на планете Земля. Стоимость его почти полмиллиарда рублей. У него двигатель объемом всего 1,6, но суммарно он выдает 1063 лошадиные силы. У него больше общего с болидом Формула 1, чем с любым другим Мерседесом. Друзья, это AMG One, и давайте его посмотрим. Всем привет, тачка, друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конкретно этот автомобиль продается в Pupil of Fate Motors. Это автосалон, где мы сейчас находимся, за 18,5 миллионов дзерхам. Это 5 с лишним миллионов долларов. Если взять сайт о продаже всех автомобилей в Эмиратах и отсортировать по всем маркам и моделям от самой дорогой до самой дешевой, эта тачка будет пятой, потому что перед ней LaFerrari коллекционная, Bugatti Cheron Super Sport и Pagani Uair, какая-то лимитированная версия. И еще один, точно такой же автомобиль, который продается на полмиллиона дзерхам дороже в соседнем шоуруме. То есть, если я уговорю тех ребят продать мне эту машину со скидкой полмиллиона дзерхам, то на эти полмиллиона дзерхам я сразу же смогу купить, ну, допустим, какой-нибудь слегка бэушный Гелик G63 здесь. Так за что такие баблищи? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, за, естественно, эксклюзивность, потому что таких машин выпущено всего 275 штук. История появления этого автомобиля вот в таком виде, в котором мы его видим, достаточно долгая. Он много раз переносился, анонсировался, потом еще и переносился, но, тем не менее, все 275 штук были раскуплены моментально по такой огромной оглушительной цене. Но гораздо более ценно в этом автомобиле его технологии. У этой тачки есть, естественно, бензиновый мотор, как я уже сказал, его объем 1,6 литра, компоновка V6, расположен он вот примерно здесь, среднемоторная машина. Но, во-первых, этот двигатель выдает 574 лошадиные силы. С мотора 1,6 снимается такая мощность. Это делает его самым мощным двигателем в мире по показателю мощности на 1 литр рабочего объема. Все почему? Потому что у него есть огромная, очень странно выглядящая турбина, которая ничего не имеет общего к турбинам от вашего Skyline или, там, я не знаю, Jilly Manjaro, потому что она разнесена по двигателю. Одна ее часть находится перед двигателем, другая часть за двигателем. В моторе на коленчатом валу есть электромотор, который выдает дополнительно 163 лошадиные силы, помогая запускать этот двигатель. Он работает как генератор и добавляет, соответственно, эту мощность в двигатель. На крыльчатке турбины, на валу ее, тоже есть электромотор, который тоже вырабатывает энергию и раскручивает турбину. Что такое турбо-яма, для этой тачки вообще неизвестно. Она едет с низов и до самого упора. Уже три, как бы, двигателя, да? Спереди здесь установлено еще по одному электромотору на правом и левом колесе. Мощность каждого 163 лошадиные силы. И в теории вы можете ездить на ней как полностью на электричке. Ну и, в общем, получается, что это как бы гибридная машина. Потому что под днищем у нее установлен небольшой аккумулятор на 8,5 кВт в час. То есть только на электротяге эта тачка на переднем приводе может проехать до 20 км расстояния, но при этом разогнаться до 200 км в час. Давайте еще расскажу вам буквально пару слов о том, как запускается этот двигатель. Потому что вы не можете сесть в машину, запустить, и она не заведется. Когда вы заводите автомобиль, он становится электрическим. Вы можете ехать на электротяге. Но параллельно катализаторы и охлаждающая жидкость и масло начинают разогреваться от батарейки. Для того, чтобы выйти на нормальную рабочую температуру, и после этого запускается мотор. И вы можете на все 1063 лошади как дать вот так вот по какой-нибудь там, значит, по патрикам где-нибудь. И вот так вот будет. За латте приедете первым за своим ванильным. Я вам отвечаю. Я хочу вас познакомить с одной новинкой, которая появилась в наших руках. Это новое поколение премиальности на дорогах города. Минивэн ГАК М8. Это полноценный премиальный минивэн, который создан для VIP-персон и крупных предпринимателей, предпочитающие поездки с водителем на автомобиле с ярким амбициозным дизайном. Его длина 5,2 метра. Железный партнер оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и чугунным двигателем. Посмотрите на него снаружи. Огромная агрессивная решетка радиатора, адаптивные светодиодные передние фары с функцией приветствия и самыми необычными габаритными огнями в автоиндустрии. И спереди, и сзади. Добро пожаловать в яркий и одновременно сдержанный салон. Одно только водительское кресло имеет регулировки в 12 направлениях. Память, вентиляцию и, конечно же, подогрев. Перед глазами суперконтрастный 12-дюймовый дисплей. А в качестве основного экрана в М8 выступает огромный сенсорный экран диагональю 14,6 дюймов. Для безопасного и комфортного вождения в ГАК М8 4 камеры, обеспечивающие полный обзор на 540 градусов и 8 датчиков парковки по периметру автомобиля. Второй ряд – это воплощение комфорта для самых важных пассажиров, для которых и предназначен М8. Здесь два высококачественных капитанских кресла с выдвижными атаманками и возможностью регулировки в четырех положениях. Естественно, с массажем, памятью, вентиляцией и подогревом. А еще этот автомобиль оборудован инновационной подвеской с электромагнитными амортизаторами, благодаря чему достигается максимальная плавность хода и устойчивость на дороге. Здесь семь подушек безопасности, включая подушку за задним стеклом. М8 предупредит о попутных машинах, если вы собираетесь выходить из автомобиля и не заметите чего-то угрожающего, или автоматически остановится, если распознает угрозу при движении задним ходом. Отсканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв в ближайшем дилерском центре. ГАК М8 – новый уровень принятия решения, уникальный дизайн, максимальный комфорт и интеллектуальная система безопасности дают возможность вашему бизнесу быть на ходу. С точки зрения аэродинамики – это истинный шедевр. В нем продумано абсолютно все. Например, вот эти жабры из капота, которые отводят горячий воздух от радиаторов, разделены специальными направляющими на три потока. Первый поток идет вверх и попадает четко вот сюда в воздухозаборник карбоновый, который питает мотор. Другие потоки растекаются по бортам и уходят непосредственно на антикрыло. В аэродинамической трубе это выглядит просто потрясающе. Еще вот эти вот жабры, так называемые. Если посмотреть на просвет, можно увидеть, что здесь ничего нет. Это система, которая работает только на торможении и на высокой скорости. И эти штуки действительно работают на увеличение прижимной силы достаточно серьезно. Более того, они отводят вот эти вот паразитные потоки из колесной арки. Ну и, в общем, все это работает. Посмотрите внимание на диски. И мало того, что здесь магниевые колеса со специальной резиной, спереди 19-е колеса, сзади 20-е. Они, естественно, на центральной гайке. Они являются произведением искусства с точки зрения аэродинамики, потому что у них есть куча разных отверстий. Так еще и турбофаны с правой и левой стороны, они отличаются. У них зеркальный рисунок этих ламелей, чтобы с каждой стороны выдувать воздух из-под машины, а не загонять его с одной стороны и выдувать с другой. Огромное количество всяких разных отверстий. Посмотрите на то, как выглядит эта дверь. Если я подниму ее, здесь все сделано в угоду обтекаемости. Здесь все сделано в угоду того, чтобы каждый сантиметр проходящего мимо воздуха работал либо на охлаждение, либо на прижимную силу. Посмотрите на этот плавник. Я уже видел такую вещь на Bugatti Diva. Все крупные кузовные панели выполнены из двух соединяющихся карбоновых элементов. И здесь, в центре, место их соединения закрыто как раз этим гребнем. Он предназначен для того, чтобы на прямолинейное движение влиять за счет направления и стабилизации воздуха, чтобы жопа машины была более стабильна в поворотах. Впрочем, как и это крыло. Это трехсоставное крыло. В состоянии покоя оно укладывается заподлицо вот с этой аркой. Особенно, когда вы ездите в экологическом, спокойном режиме. А в режиме боевом оно выставляется на угол максимальной атаки. Вот примерно как сейчас. Вот этот элемент подвижный. Само это крыло может убираться и подниматься достаточно быстро. Создавать прижимную силу. Эта машина начинает примерно с 50 км в час. А на максимальной скорости она потрясающе стабильна. Я видел и проезд этого автомобиля по Нюрнбург Рингу. Эта тачка сейчас является действующим рекордсменом на круге Нюрнбург Ринга среди обычных стандартных автомобилей. Немножко читерство такое, да? Потому что как тачка с мотором от Формулы 1 может попадать в класс стандартный. Но тем не менее, это для дорожных автомобилей 6 минут 35 секунд и 183 сотых. Задняя часть это отдельное произведение искусства. Во-первых, это тройной выхлоп, который расположен посередине. Огромный, реально работающий диффузор. Ну, это реально произведение искусства какое-то. Решетки, нацеленные на выдув. Но что поражает на таком автомобиле больше всего, друзья? Ну, вот что. Вот я вот вижу сейчас это, и у меня просто это в голове не укладывается. Во-первых, блин, парктроники на тачке, которая херачит так по Нюрнбург Рингу. А во-вторых, камера заднего вида. Да не одна, а целых две. Ну, мало ли, если вы на патриках там где-то, чтобы бордюр объехать. Понимаете, после Нюрнбург Ринга свернули там направо, налево, чуть подъехал. И все, и уже латта ваша стоит. Че я до латы до этого докопался? Ну, и ничего ли вам не напоминает вот эта вот веселенькая раскрасочка с вот этими трехлучевыми звездочками, с зелененькими полосочками и все остальное? Это как раз отсылка к Ливрея Петрона с Мерседесом, которая на формульных машинах точно такая же и очень сильно похожа. Чуть не забыл, ребята, сказать вам самое главное. Дело в том, что эта тачка полностью, полностью, я имею в виду полностью, карбоновая. Опять же, посмотрите, у него карбоновый монококк, очень сильная структура, все сделано максимально ровно с немецкой педантичностью. И вот, посмотрите, из металлических деталей в нем только замки дверей, направляющая и, собственно, сам замок. Причем, послушайте, я хотел дать вам послушать, там клиент пришел, видимо, покупать эту машину будет. Послушайте, как эти двери мягко закрываются. Ну-ка. Не бах, и все гремит, а вот мягко закрывается. Эта машина, когда планировалось, инженеры обещали до вот этих вот всех терок, спорок с экологами, они обещали, что вес автомобиля составит примерно 1300 килограммов. Это был бы реально разрыв, потому что она до 200 километров в час разгонялась бы меньше, чем за 6 секунд. Реальный вес этой карбоновой тачки с легким мотором, с электродвигателями, с легкой батареей 1690 примерно килограммов. Это достаточно много. Ну, а сейчас давайте заглянем в салон этого монстра. Но прежде я хочу вас попросить подписаться, чисто по-братски, и поставить лайк этому видео, потому что, ну, машина-то классная. Заглянем внутрь. Ой, ну какая красота. Во-первых, здесь алькантаровый потолок. Во-вторых, здесь есть камера заднего вида, которая выполнена в виде монитора. Потому что, если посмотреть назад, вы не увидите ничего абсолютно, кроме трубочек, шлангов и усилителей. Здесь стоят специальные профилированные ковши, которые не регулируются. Они, видите, какой интересной формы с такими длинными подножками. Под, подляшками, будем их так называть. Изобрел только что новое название. С этими подляшками сюда садится человек, и пассажиру здесь вообще ничего регулировать не нужно. Максимум, что он может сделать, это открыть дверь и выйти отсюда нахрен. Если ему неудобно, конечно. Тем не менее, у него есть упор для ног, а у водителя есть возможность отрегулировать с помощью сервопривода колонку по вылету и наклону, а также расстояние до педального узла. Весь педальный узел на специальной площадке двигается вперед-назад, для того, чтобы тебе можно было бы хоть как-то комфортно здесь уместиться. Естественно, естественно, все отделано алькантарой. Ну что такое, что я? А, здесь у нас огнетушитель, ремонтный набор, везде маркировка One. Из удобств в этом автомобиле присутствует полноценная мерседесовская мультимедийная система, голосовой помощник, климат-контроль. И, наверное, ну, я уже сказал, слишком много для такой бескомпромиссной машины. Давайте теперь я вам расскажу немножко про руль. Уже отсюда, вы видите, нас очень настоятельно порекомендовали нам, попросили не садиться в этот автомобиль, потому что мы своими плебейскими жопами можем немножко тут расцарапать им высококачественные карбоны и, в общем, как бы, с пониманием. Выбор режимов движения, вот эти вот блоки с кнопками, которые вы можете найти на любом автомобиле от мерседеса с сенсорными вот этими вот хреновинами. Сам руль непонятно какой квадратно-прямоугольной формы и поворачивается он примерно на 90, может быть, чуть больше градусов в каждую сторону. То есть до полного поворота колес вам нужно сделать всего лишь вот так. Перед глазами щиток приборов. И здесь есть специальные вот эти вот дополнительные кнопки. Здесь указатель оборотов двигателя, ну, просто для вашей информации. Здесь включение ближнего света и дальнего света. ДРС. Это система из Формулы 1, ребята. Drag Reducing System, которая делает так, что на максимальной скорости все ваши активные аэродинамические элементы приобретают форму для того, чтобы создавать меньшее сопротивление, чтобы тачка ехала быстрее. Антикрыло наклоняется, перестает создавать прижимную силу, эти штуки могут убираться, и тачка будет ехать сколько угодно быстро по прямой. Ну, и я только сейчас, ребята, увидел электростеклоподъемники, электрические зеркала. Вот так выглядят воздуховоды. Здесь есть центральный замок и, конечно же, музыкальная система с передней компонентной акустикой. И я, честно говоря, не знаю, кто ее будет включать, потому что, на самом деле, внутри машины довольно-таки шумная. В центральном подлокотнике, ну, если это можно назвать подлокотником, во-первых, кнопка Start-Stop. Во-вторых, самая маленькая кнопочка аварийной остановки, которую я когда-либо видел. А в-третьих, в центральной консоли есть чехол для наушников, чтобы можно было переговариваться друг с другом от компании Sennheiser. AMG by Sennheiser. Это просто невероятно. Машина адаптирована под езду каждый день. Именно поэтому здесь стоит специальная подвеска. Естественно, она на пуш-родах. Амортизаторы установлены самым причудливым образом поперек машины. Спереди так и вообще они имеют вот такое примерно расположение асимметричное. Но самый прикол, что у нее есть система подъема. То есть, если вы ездите где-то в городе, вы можете понажать ее кнопки, поднять ее, она станет на 3 сантиметра выше. Здесь получится чуть больше, чем там 10, может быть, 13 сантиметров. И на этом уже можно переезжать лежащие полицейские. В общем, это тачка, которая и повезет вас на Нюрнбург Ринг, и повезет за кофе. Правда, стоит она 5 миллионов долларов. Если у вас есть такие деньги, вы знаете, где эту машину можно приобрести. А вам огромное спасибо, не забудьте подписаться. Всем привет, тачка, пацаны.